Я зашел на сайт Википедии и решил взять оттуда определение эквивалента, но обнаружил, что оно не слишком полезно. Хотя в нем есть несколько фактов, на которых я хотел бы остановиться. Итак, оно гласит, официально принято считать, что эквивалент — это количество вещества, которое вступает в реакцию или обеспечивает 1 мл водородов кислотно-основной реакции или делает то же самое с одним молем электронов в окислительно-восстановительной реакции. И это на самом деле все, что я узнал. Я был немного сбит с толку, когда это прочитал. Из указанного я понял лишь то, что эквивалент — это, по сути, какая-то сумма, какое-то число. Давайте с этого и начнем. Меня спрашивают, сколько у тебя эквивалентов. Я знаю, что они говорят о каком-то числе. При этом эквивалент равен несколько любых ионов по моему выбору. Итак, эквивалент равен какому-то числу, которое обычно выражается в молях. Следовательно, мне нужно какое-то число молей для получения сбалансированного состава вещества. Фактически, я создаю заряд. Происходит балансировка противоположного заряда. Точнее, противоположного заряда одновалентного иона. Здесь необходимо уточнить, что под балансировкой заряда я подразумеваю, что я могу добавить заряд одного моля без удаления, и это очень важно, противоположно заряженного одновалентного электрона. Давайте рассмотрим пример. Это поможет нам ответить на вопросы, которые у вас остались. Предположим, мы говорим об ионе калия, хорошо? И это наш калий. Вот он. Мне нужно сбалансировать 1 моль одновалентного иона с противоположным зарядом. Вот эта небольшая линия отделяет одну сторону от другой. С другой стороны у нас, предположим, хлорид. Хлорид с противоположным зарядом, то есть отрицательный. При этом он одновалентный. Другими словами, это не двойной отрицательный заряд и не тройной, он просто один отрицательный. Итак, предположим, у нас есть 1 моль такого вещества, так как в определении, которое я написал выше, говорится, что мне нужен моль противоположно заряженных ионов. Когда я это писал, я осознал, как, надеюсь, и вы, что в мире нет подходящего обозначения, с помощью которого я бы мог записать такой моль. Позвольте мне еще раз проснить суть. Просто представим, что общее число этого множества ионов хлорида составляет 6,02 умноженное на 10 в 23 степени, так как, по сути, вопрос заключается в том, сколько ионов калия вам нужно, чтобы сбалансировать заряд оставшихся ионов хлорида. А это слишком большое число, чтобы его можно было просто записать. Проще сказать, что для этого необходимо несколько молекалия. Вот почему я указал это в определение. Давайте выясним этот момент. Мы знаем, что калий связывается с хлоридом в отношении 1 к 1. Мы знаем, что и как происходит. При движении калий сталкивается с хлоридом, и дальше они уже направляются вместе. Мы знаем, что 1 атом хлорида приходится на 1 атом калия. Это значит, что на 1 моль хлорида у нас должен быть 1 моль калия, который с ним свяжется. Такое сочетание приведет к идеальной балансировке заряда. Кто-то может сказать, сколько эквивалентов у вас есть. Ответ, на первый взгляд, совсем прост. Вы скажете, что 1 эквивалент равен 1 молю калия. Или же вы можете изменить формулировку и сказать, что… И обычно эту фразу люди используют чаще всего. 1 моль калия равен 1 эквиваленту. Итак, 1 моль калия равен 1 эквиваленту. Итак, я знаю, что такое же количество вещества с противоположной стороны. Теперь давайте рассмотрим немного другой пример. Вы сами поймете, в чем разница. Вместо калия возьмем другое вещество, например, кальций. И все то же самое, что и раньше. Я хочу выбрать противоположно заряженный одновалентный ион. Я выберу тот же самый, так как противоположный заряд все еще сохраняется. Мне просто нужен отрицательно заряженный одновалентный ион, и хлорид подходит для этой цели. Как и раньше, нам нужен целый моль. Вопрос в данном случае в том, сколько атомов кальция свяжется с атомами хлорида и наоборот. Сколько атомов хлорида свяжется с атомами кальция? Давайте представим себе небольшую вечеринку, на которой присутствуют хлорид и кальций. И они могут встретиться. Ситуация такая. Здесь у вас кальций, а хлорид вот здесь. И еще здесь. Так как этот атом идет сюда, а этот — сюда. В результате эти атомы связываются друг с другом и образуют вещество под названием кальций-хлор-2, так как хлорид несет только отрицательный заряд. А у нас два положительных заряда. Я запутался в отрицательных и положительных зарядах. Извините. Должно быть вот так. Отрицательный, отрицательный плюс 2. Вы знаете, что на каждый атом кальция у вас два атома хлорида. Давайте я запишу так, чтобы все было ясно. Итак, для каждого атома кальция — нет, запишу наоборот — на каждые два атома хлорида приходится один атом кальция. Если я разделю обе стороны на два, это будет значить, что на каждый атом хлорида приходится одна вторая атома кальция. Но обычно так не записываем реакцию. Так как трудно представить одну вторую атома кальция, это уже вопрос из области математики. Итак, если мы говорим об одном моле хлорида, то я должен сказать, что мне нужна одна вторая моля кальция. Именно так. Следовательно, в соответствии с определением, эквивалент равен одной второй моля кальция. Одной второй моля кальция. Мы можем решить данное уравнение. Давайте так сделаем. Все, что нам нужно сделать, это умножить обе стороны на два. Один моль кальция… Извините, я не очень ясно пишу. Итак, один моль кальция равен двум эквивалентам. Именно так обычно и говорят. Спрашивают, сколько эквивалентов приходится на один моль вещества? Два. И в данном случае наш ответ — два. Я хочу обратить ваше внимание на то, что мы проделали длинный путь, но есть простой, хоть и грязный путь. Вы знаете, что кальций двухвалентен, а калий — моновалентен. И в данном случае получается интересное уравнение. Так как у нас появляется кальций плюс два, то, следовательно, получается два эквивалента. Давайте проверим это на третьем примере и посмотрим, что у нас получится, если мы используем азот. Давайте разберем азот. Азот — это минус 3. Я должен нарисовать границу. И с другой стороны у меня будет противоположно заряженный одновалентный ион. Итак, давайте еще раз проверим. Здесь у нас одновалентный ион с противоположным зарядом. Противоположный. Противоположный или отрицательный. Проверяем. Все удовлетворяет нашим требованиям. И мне нужен один моль таких ионов. Я должен нарисовать один моль, но вы знаете, что я не могу этого сделать, как я уже сказал. Поэтому давайте просто представим один моль таких ионов. Опять-таки, вопрос в том, сколько азота мне нужно, чтобы сбалансировать данный заряд. Я выделю подсказку красным. Итак, вот это наша подсказка. Теперь давайте выполним все эти шаги, то есть пойдем по длинному пути. Представим, что здесь у нас азот, минус 3, который пришел на эту, так скажем, коктейльную вечеринку, на которой он встретил несколько протонов. В данном случае мимо проходили три протона, поэтому образуется NH3. Если мы скажем, что три протона связываются с одним азотом, а это именно так, то я могу разделить обе стороны на три. При этом я увижу, что на один протон приходится одна треть азота. Все верно. Возвращаясь к нашему уравнению, я могу продолжить и сказать, что один моль протонов будет сбалансирован. Одной третий моля азота. Следовательно, один эквивалент равен одной третьей моля азота. Одной третьей моля азота. Теперь я могу все перевернуть, как я уже это делал раньше, и сказать, давайте я изменю это, что один моль азота равен трем эквивалентам. Помните, мы подчеркнули эту маленькую тройку в начале? Сейчас я подчеркну ее еще раз. Теперь вы определенно видите уравнение, которое вырисовывается. Каждый раз, когда вы смотрите на катион или анион, о котором говорите, и на количество, скажем, в случае магния это плюс два, и в случае кальция плюс два, то вы тут же поймете, что, скорее всего, если вы проделаете тот долгий путь, как только что прошли мы, эквивалент равен тому же числу. Поэтому у азота три эквивалента. У магния или кальция по два эквивалента. У калия и хлорида по одному эквиваленту. Именно это и есть значение эквивалента с точки зрения моли, необходимых для балансировки заряда с противоположной стороны.